Здравствуйте дорогие подписчики, пока Татьяна там что-то ломат. В общем мы решили снять отдельно баксы. Он у нас хоть и есть в новинках, но мы так быстренько про него пробежали. Однозначно сразу скажем свое мнение. Не ольгот. Совсем не ольгот. Но вроде не падает, уже радует. В общем ольгот нас покинул. Очень жаль. Жаль печаль, Димич расстроенный больше всех, он не успел бы собрать. Извиняйте, давно предупреждено было. Поехали разбирать баксы или скажем что он фигня и закончим на этом обзор. Давайте разбирать. Разбирай эту полочку и будем думать сейчас что и как. Не надо бумажек, давай сначала с полочки начнем. Давай. Вот ребят, перед вами комбинашка. Давай разберем вот эту. Нет, вот комбинашка 5,550 и 8,310. То есть вся вот эта комплектация получается стоит 13,860. Высота данной комбинации 2 метра. Здесь у нас 82 сантиметра, здесь 113 сантиметра. В принципе это полноценная гардеробная, да, по размеру. Давай разбирать что есть. Вот что прикольно в бакселе это штанги. Они раздвижные. Ну они нужны для того, чтобы зафиксировать. Это я знаю. Не более. Все. Штанга делится по размеру, то есть ровно под размер полок. Вот какая полка есть по размеру, полки есть 80. Давай попробуем снять полочку. Да, ладно. А сможешь ли ты это сделать? Слушай, маленькая, маленькая. Она раздвижная. Ну, это ясно, она раздвижная, но сможет ли женщина справиться с этим. Вот за льготом, кстати, я справляюсь. За мной как раз сейчас и покажем консольки. Ой. Ну, я потом соберу, не бойся. Ой. Оставь. Оставь. Главное, чтобы не упало ничем. И сейчас детально мы сейчас разглядимся. Смотри, полка. А, то есть, это раздвижная просто полка. Или ее так можно? Так нельзя, укрепежи с этой стороны. Ага. Я понял. Это небольшой прикол. Кстати, с этой полкой. Устанавливай мне консольку, пожалуйста. Я догадался, почему это штанга и полка. Раздвижные? Да. Почему? У ольгота такого не было, Таня. Ведь я знаю. К примеру, давай подпоказываем. У меня крайняя, допустим, шина вот эта. И у меня остается промежуток не более, ну, допустим, вот столько. Меньше, чем вот эта шина. Вот меньше, да? И я уже смогу сюда поставить полочку. И вот эта, вот эта выезжающая часть, выезжающая часть, как раз разделить, как мне надо. Нивелирует вот эту ширину. Что в ольготе я не мог сделать вообще. Вот это фишка. За счет этого у меня запасы есть 10 сантиметров. От базового? Да, да, да. Вот максимально я могу, допустим, тут сколько, сантиметров 20? Потому что, да, очень часто, ты прям прав, очень часто с альготом оставалось свободное место, которое нечем было заполнить. Поэтому, допустим, 15 сантиметров. Да, насколько мне надо, столько я и выберу. Ну, с равно, минимум-то есть же, в любом случае. Так, а как? Ага, давай, значит, смотри. Теперь давай. Вот это преимущество между льготом и бакселем. Да. Ну, хоть что, флот, флот, флот. Ну, он должно что-то быть прекрасно. Мы все соберем, потом не переживайте. Значит, шины. Теперь консоли не делятся, что одна консоль подходит для двух полок с разной стороны. Одна полка, две консоли. Это какой-то че нашел? Нет, мне кажется, она... Нет. А вот, смотри, вот же этот... Да? Поздно. Она тоже самая идет, просто она тоненькая, Тань. Вот, давайте вот так покажу. Да, 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 да. У ольгот она была широкая, а эта тоненькая. Просто клиент один собирал, и он сказал, что вот так ему слабый. И он взял... А хотя, как он вставил тогда? Места в паз больше нету. Короче, не знаю, как он сделал. Может быть, они полки по разной высоте располагали. Может быть. Он меня-то ступор ввел. Говорит, только так. Так, со штангой разобрались, да, с выдвижной? Ну, данная система уже становится более гибкой, чем ольгот. Да. Ее можно вот этими две тоненькими частями, да, сниверливать так, чтобы стенка была полностью заполнена этой системой хранения. Так, как надо вам. Да, у ольгота всегда были пространства пустые. У нас даже самих пространство осталось. А это можно сделать практически на ноль. Давай сразу покажу, да? Нет, изнутри. Ты, наверное, выгнула вот эту часть. Легко поправляется. Кстати, а еще легко краска отваливается. Поэтому, друзья, собирайте сразу. Так. А, да, вон оно до конца не доходит. Вот. Ну, пусть будет так-то. Не для девочек. Потом переделаешь, поправишь. Да. Так. Дальше гоним по бокселю. Размер полок 80 и 60. Глубина одинаковая. Размера нет. То есть, разгона по глубине у нас уже нет. Полки просто металл. И вот такие вот. А-ля перфорированные. А-ля перфорированные. Нет, были просто перфорации. Ну, не перфорированные. Ребро жесткости делает. Это вообще демобувные полки. Угу. Есть металлические, есть деревянные полки. Это полностью металл. Значит, полка для обуви теперь выглядит вот так. Штанга цепляется в саму полку. Большие штанги уже не раздвижны. Раздвижная только вот под эту систему. Корзины. Кстати, корзины классные. Как примерно комплиментские раньше. Да, похоже с мелкой сеточкой. То есть, вот так вот. В этом плане пола оценок. Это железяка. Из минусов, опять же, у Ольгота была штанга. 80, ой, 90. Уж у Ольгота был более широкий ассортимент комплектующих. Ну, типа того, да, так называем. И зеркальце там. Полки разные, разные перфорации. Может, это добавится времени? Ну, может быть. Давай дальше смотреть. Ну, я могу смело рекомендовать. Это на балкон. Железку, да. Без проблем. Жить будет вечно. Эти, конечно, железы не поторопыты. Помимо того, что в Буакселле есть белые деревянные, белые железные, есть еще вот такие, ребят, под дуб. Куда это? Это открытые гардеробные. Ну да, это уже более эстетически и красиво. Вот, Дим, сразу скажу, что мне не нравится. Дырка, блин, с палец. По-другому они не фиксируются. Вот, видишь? То есть, они не плотно прилегают. Да, все-таки консолька одна, двухсторонняя. 60, 80 полки. Блин, ребята, больше ничего и нет. Полка для обуви, корзина. Ну, брючница, смотрю, но она невыдвижная. А льготная тоже была невыдвижная? Да? Неудобная. Это получается вот... Ну, хотя, просто повесим. Кстати, а у кого уже Буаксель есть? Вы пользуетесь? У нас три клиента в Саранске заказывали, еще ни один до конца не собрал. Не признался еще дальше. Из них же ведь как из детей малых выковыриваешь. Ну, вот смотри, как вариант, да? Парень, подросток, условно, гардеробная. Ну, полка для обуви меня что-то очень сильно спушил. Ну, кому что нравится? Вот она брючница, штанга, полки деревянные. Сюда отлично встал модульскую. Осталось место под чехлы. Вот вариант покажи. А, вот еще полки. То есть полок, получается, ребята, четыре вида. Железные, деревянные, железные с дырками, железные под обувь и еще двух видов. Дима. Дима матчасть. Мы забыли матчасть. Ну, что-то это с конца в начало. Ребята. Давайте расскажем. Матчасть. Настенная шина. Метр и два метра. Мы с тобой. О, альгота. Еще одна была. Метр семьдесят шесть было, по-моему. Да, метр девяносто шесть. Пятьдесят с чем-то и метр с чем-то. Дальше крепежная планка, как у альгота. Они определяют ширину секции. Это сверху ставится для ровной... Ну, вот, вот. Да, так удобнее. Консоль одна, сорок сантиметров. То есть глубина у нас одна. Да. Развода, как у альгота, глубин нет. О, альготу было три глубины, по-моему. 18, 38, 58. Дальше оснащение. Полки на шестьдесят сантиметров. Белая, поддуг, металлическая и проволочная. Полка на восемьдесят. Белая, металлическая, поддуг, проволочная. Полка для обуви. Шестьдесят на сорок, восемьдесят на сорок. Регулировая полка, как ты был прав, с двадцати сантиметров до... Ну, я приблизительно так поглаз. Да. Вешалка для брюк. Шестьдесят и восемьдесят. Она невыдвижная. Сетчатые корзины. На шестьдесят и на восемьдесят. Сорок и пятнадцать сантиметров высота. Сушилка для белья еще есть. Ну, так, мы ее пока не заметили. Давайте побыстром пробежимся. Нету. Шиш. Ну, будем, что она есть. Тоже двух размеров. Шестьдесят и сорок. То есть на балкон в ванну можно комбинацию сделать. И полотеная штанга, и регулируемая штанга. Поэтому, когда вы приезжаете в магазин, и вы не можете понять, что вам с этим делать. Консультанта рядом нет. Нас тоже рядом нет. А планировщик по боксу или еще не совсем корректно на сайте работает. Поэтому вот, в помощь. Матчасть. Матчасть. Садимся, рисуем. Прям вот, блин, ручки нет. Берем листок. Штанга, штанга, штанга. Направляющие, которые соединяют. Полка, полка, полка. Считаем консоли. Обязательно учитываем, чтобы вам от стены до стены было. Штангу и полку убеждую. Вот это Дима прям вдохновился. Да, это большое преимущество между альготом и этой системой. А вот большая ступенечка. Плюс к этой системе. Маленький шаг для человека. Маленький шаг для человека. Большой для человечества. Так. Выдерживает баксель по нагрузке примерно одинаково. Блин. Металлическая консоль просто на то нет. Ну, как ты любишь сказать, жиблая. Нельзя такие слова говорить. Хейтеры придут, жопу напорят. Потому что... Хрустит даже. Не игру, не игру. Все, в халка не играю. Хлак. Ну, вот это прям... представляли он подходит тут конечно сразу же захочет поиграть на игрушка друзья давайте делитесь комментах как вам баксы блин я думаю что такой огромный обзор запилим а вот эту штуку еще покажем что нам просто особо еще пока нечем сказать мы еще с этим довольно сильно не работа нашего опыта по бокселю нет поэтому давайте опыт объединять ваш я к нему за спин он ко мне давайте опыт объединять ваш и наш наше знание и вашу практику и из этого вы сделаны вкусную конфетку ну вот пример комбинации 2 метра на 122 на 40 ну в принципе да вполне бюджетка 7570 открытая прихожая пришли сюда для детей сюда для взрослых сюда какая-то не сезонка шапки перчатки прочее что даже зеркало можно еще спрятать да если вот ну дети не часто дома если бывают вот и полка для обуви в принципе по деньгам доступна потому что зеленого магазине леруа есть похожая система но на серву цвету она серого логородного цвета примерно вот такого цвета она за раз такой дорогой разница между альготом ценовая большая или примерно так альгот подешевле все ну нечего нам выжить больше с баксой так что давайте комментируйте ребята поставим лайк и делимся этим видео на социальных сетях это самый лучший наград